Автомагнитола, работающая под управлением Android, по просьбам зрителей. Возможности показывает Мартин, сотрудник отдела тестирования гаджетов магазина Chain Vision. Ссылка на магнитолу есть в описании. Конкретно это автомагнитола, полноценный компьютер, заточенный под использование в машине. Даже поддерживает две видеокамеры. Одну можно установить спереди, другую сзади. Автомобиль, ну или по бокам, как захотите. Камеры аналоговые, подключаются через тюльпаны. Но и USB камеры тоже поддерживаются, это же Android. А картинку с камер можно выводить на внешний экран. Параллельно с просмотром видео можно включить музычку из различных источников. Это может быть MP3 плеер, телефон, USB флешка. Вот Мартин демонстрирует воспроизведение музыки с SD-карты, подключенной через USB картридер. Автомагнитола на Android позволяет делать все то же самое, что можно делать на Android планшете или телефоне. Экран сенсорный, резистивный. Нажимать на экран можно чем угодно, даже в перчатках зимой хорошо. Но, к сожалению, Мультвитач не поддерживается. У вас автомобиль без GPS? Это не современный автомобиль. В Автомагнитоле есть GPS, а карты можно скачать из Google Play, как платные, так и бесплатные. Для работы с GPS необходимо потенить внешнюю антенну и расположить где-нибудь, где хорошо принимаются спутники. Не под сидением водителя. Фильмы, так же как и музыку, можно проигрывать из различных источников. Это может быть внутренний накопитель, USB флешка или из интернета через Wi-Fi или через 3G модель. Магниторик по Bluetooth, можно еще и телефончики подключать. Это позволит принимать и совершать звонки, не беря в руки, не беря. Короче, не трогай телефон. DVD и CD диски тоже играются, представляете? Если, конечно, кто-то ими еще пользуется и помнит, что это такое. Записываем диск и долго-долго-долго ждем. Выходить в интернет можно через Wi-Fi или 3G модем. Вот Мартин пытается продемонстрировать возможность 3G модема, но, к сожалению, конкретно этот модем отказался коннектиться к оператору. Перезагрузка, к сожалению, не помогла. Мы не стали выяснять причину отказа работы 3G модема. Точнее, оператором, почему-то он просто не захотел нам давать трафик. Вот такой вот бортовой компьютер можно установить взамен старого кассетника, даже в Запорожец. В комплекте автомагнитола, инструкция, много проводов, GPS, кабель для айфонов, еще какой-то кабель, название которого я не расслышал, не знаю для чего. Стилус и пульт управления для переключения музыки с заднего сиденья автомобиля. Все это идет в большой коробке. Продолжение следует...